Открытая трибуна Это вообще больной вопрос, потому что водители очень часто, я часто езжу на маршрутках, и водители очень часто не соблюдают ни правила, ни безопасность движения пассажир. То есть они едут на такой скорости, что люди в салоне, которые стоят, они всегда подвержены какому-то риску. Если честно, я вообще боюсь ездить в маршрутках. А когда водитель разгоняется, я тут же прошу остановку. Раньше на любых предприятиях, автотранспортных предприятиях, работало достаточно большое количество контролеров, механиков, врачей. Сегодня транспорт практически никем не контролируется. Если контролируется очень и очень, я бы так сказал, формально. Сегодня водители, которые работают по 12-14 часов в сутки, они просто этого делать не имеют права. Поэтому безопасность общественного транспорта, на мой взгляд, на сегодня находится на крайне низком уровне. Не говоря уже о том, что большинство маршруток, которые сегодня находятся на линии, за исключением нового поколения, вот если посмотреть старые маршрутки, это переделанные из микроавтобусов импортного производства, которые нещадно эксплуатируются, и техническое состояние которых практически находится в нулевом состоянии. Я думаю, что по поводу маршруток вообще, это реальный бизнес, и вот этот дележ между ними, и непроверка, наверное, все-таки профессионализма вот этих водителей, которые, ну, мне кажется, как бы не ставят, не понимают, что они везут людей. Вот это самая, наверное, большая беда для города. Все-таки небезопасные у нас маршрутки. Безопасность вообще никакая. Мы сейчас проживаем на улице Ольгевской, там спуск идет на Балковскую. Я не разбираюсь в машинах, но муж говорит, это вот стертые колодки, настолько они воют. Вот знаете, как идет маршрутка вниз и гудит. Он говорит, это ужасно просто. Они не успевают затормозить, стертые. Вот. Иногда так вот едешь, то тоже в разные стороны кажется, что рассыпется. Пока я ездил маршрутки в свои 20 лет, то у меня не было ситуации, когда я попадал в аварию. Ну, водители, прежде всего, маршрутные в такси должны быть подготовлены и должны быть с определенным стажем, например, не меньше 5 лет. И с определенной корочкой должны быть. И тогда, я думаю, количество таких ситуаций сведется к минимуму. Есть очень хорошие маршрутки. Там есть занавесочки, там классные сидения, а есть плохие. Ну, в общем, в принципе, в этом я не вижу проблему. Как бы, я считаю, что приемлемо состояние наших маршрутных такси. Ну, к сожалению, общественный транспорт оставляет желать лучшего, потому что маршрутки переполнены, как правило. Это создает неудобства пассажирам, безусловно. То есть я считаю, что техника безопасности нарушается в маршрутках. Это однозначно. Открытая трибуна